Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Гульнас Силатова. Кумертауский реабилитационный центр успешно осуществляет свою деятельность в нашем городе вот уже 15 лет. Сегодня руководители из Министерства труда посетили его, чтобы поздравить с юбилеем и наградить сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья отметил круглую дату. Впервые учреждение распахнуло свои двери 7 июня 2001 года. В честь 15-летнего юбилея в нем прошли торжественные мероприятия. Гости из Министерства труда приехали поздравить детей и сотрудников центра, поблагодарить за ту работу, которую они осуществляют. В среднем в республике ежегодно где-то 7-8% ребят восстанавливают свое здоровье, реабилитируются. Хороший эффект реабилитации получается. Вот именно по Кумертау, надо сказать, что в среднем это показатель 14%. То есть он практически в два раза выше имеет результаты по реабилитации детей. Наш сотрудники реабилитационного центра неоднократно становились призерами как республиканских конкурсов профессионального мастерства, так и российских. И вот сегодня мы подведем итоги 15-летия деятельности учреждения и поставим определенные задачи на последующий период. Сотрудников центра и гостей поздравила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Она поблагодарила их за успешно проделанную работу и пожелала терпения, здоровья и счастья. Я ваш коллектив и ваш праздник воспринимаю тоже как свой, родной и даже семейный, потому что и моя мама тоже принимала в этом участие, когда была начальником социальной защиты, именно в эти годы. Я от нее вам тоже передаю большое привет и поздравление, потому что все это видела изнутри и я сама. По словам руководителей, на сегодняшний день центр города Кумертау является флагманом реабилитации детей-инвалидов. Ежегодно в его стенах восстанавливают здоровье около полутора тысяч ребят. Кроме того, учреждение имеет санаторно-курортную лицензию. И в год почти три тысячи человек получают услуги по оздоровлению, помимо реабилитации. Все делаем одно дело. Это оздоровление детей-инвалидов. Мне отрадно услышат, когда Дмитрий Александрович озвучил ту цифру с 14%. Это когда-то было, когда я начал работать, тоже он говорил 7%. А уже с 14%. Понимаете, в чем дело? Это же уровень, понимаете, Башкорстана, а может даже России. В заключении мероприятия для гостей была подготовлена концертная программа. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Также в рамках юбилея в парке имени Гагарина администрации города был организован праздник для детей-инвалидов и их семей. По словам заместителя главы администрации, реабилитационное учреждение имеет очень большое значение для города. Большое значение он имеет потому, что помогает им и реабилитировать свое здоровье, и медицинские процедуры провести, и самое главное – социализировать их в этой жизни. То есть каким-то образом приучить их к нормальным условиям жизни и понимать, как они себя должны вести в этом мире. Для детей спели и станцевали творческие коллективы города. Участники праздника в ярких ростовых костюмах героев мультфильмов развлекали ребят забавными сценками и номерами. В праздники с удовольствием участвовали не только дети, но и взрослые. Мероприятие, знаете, очень великолепное. Для наших, особенно, деток, знаете, любой праздник – это праздник, действительно. То есть это счастье, музыка, радость. Это обычное детское счастье, которым, допустим, особенно нашим деткам, не всегда, допустим, хватает. И огромная благодарность организаторам данного мероприятия, да, что они сделали этот праздник. Даже не только для наших деток, а вообще для любых деток. Вот. Ну, конечно, нам очень радостно, очень весело. Все очень здорово. Спасибо огромное. Спасибо большое, что такие организуются мероприятия, потому что все равно наших детишек очень много в городе. И мы хотели бы, чтобы это не была только наша проблема, чтобы люди тоже представление имели. И очень приятно детям, потому что нужно их тоже в общество вводить. Несмотря на то, что тяжелые бывают и разные. Спасибо большое. Очень нравится. В администрации города состоялось совещание по вопросам семей, где воспитываются дети-инвалиды. Вопросы могут возникнуть по образованию, дополнительным занятиям или же по медицинскому обслуживанию. Именно эти темы обсуждались совместно со специалистами разных ведомств и родителями детей. Это не первая такая встреча, когда актуальные темы, касающиеся детей-инвалидов, обсуждаются за круглым столом вместе с родителями. И вопросы повестки дня сформированы в том числе и с учетом их обращений. Мы хотели бы несколько аспектов обучения сегодня рассмотреть на базе наших образовательных учреждений в рамках государственной программы «Доступная среда». И второй вопрос – это медицинское обследование детей-инвалидов, это приобретение специальных аппаратов медицинского обслуживания. Что касается общего образования, в нашем городе три образовательных учреждения, оборудованные по программе «Доступная среда». Это школы номер 3, 5 и 10. Школы оснащены подъемниками, оборудованием для слабовидящих, слабослышащих детей, есть комнаты для релаксации. Об этом рассказала директор управления образования Марина Дерягина. Родители подтвердили, что все устройства используются успешно. Вторая и не менее важная тема – это медицинское обслуживание. На вопросы собравшись и отвечал главный врач Центральной городской больницы Олег Астахов. Одним из обращений стала необходимость приобретения аппарата для микрополяризации спинного и головного мозга. По словам родителей, за данной медицинской услугой им приходится ездить в столицу республики. Олег Анатольевич пообещал узнать все возможности для решения вопроса. Поступили обращения и по прохождению медосмотра у узких специалистов. В этих целях было предложено выбрать специальный день для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно обсуждался вопрос о необходимости введения ставок логопеда, которых на сегодня нет в школах. Заместитель главы администрации Наталья Лапшина также поделилась планами по техническому оснащению специализированных групп в детских садах. Сейчас у нас на рассмотрении проект, в котором мы предусмотрели, ну, наверное, сейчас я вам скажу, на более чем на миллион закупку оборудования этот проект грантовый. То есть мы на конкурс его отослали. Очень хотелось, чтобы вы своими мыслями хорошими помогли нашему проекту тоже победить. Если мы эти грантовые деньги получаем, то как раз они будут направлены только, этот проект и заключается в оснащении оборудования детских образовательных учреждений для особенных детей. Мы этой проблемой занимаемся постоянно, ищем разные способы, потому что из бюджета, к сожалению, таких статей нет. Не осталось без внимания темы реализации творческих способностей не только детей, но и молодежи. У нас в республике уже несколько лет проводится замечательный фестиваль «Ломая барьеры». И я вот ко всем мамочкам обращаюсь, чьи дети занимаются в учреждениях дополнительного образования и занимаются каким-то видом искусства. Все-таки на следующий год мы запланировали активное участие в республиканском конкурсе и по осени провести здесь наш этап городской. Именно для фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Завершая совещание, заместитель главы администрации обратилась к родителям и впредь все волнующие вопросы решать вместе. Прошедший на днях «Праймерис» — это не первое предварительное голосование «Единой России», организованное в преддверии сентябрьских выборов. Напомню, при определении кандидатов в депутаты Госдумы к процедуре привлекали широкие слои населения. Теперь же тех, кто будет баллотироваться в Совет городского округа, избирали внутрипартийно. Выбирали тех, кто будет претендовать на кресло депутата Совета городского округа Кумертау. Очередное предварительное голосование, на этот раз внутрипартийное, провели в ДК «Рассвет». Из 54 кандидатов необходимо было выбрать 25. Это встреча с участниками. Каждый участник, который желает, он может сейчас выступить, рассказать о себе, рассказать о той программе, которую они впоследствии будут защищать, с которой они будут выходить на выборы. Среди претендентов — действующие депутаты, общественные деятели, предприниматели и, пожалуй, даже романтики. Как правило, кандидаты обещали в случае избрания делать упор на ту сферу, в которой давно работают или к которой имеют непосредственное отношение. Это, например, спорт, образование, национальные традиции или даже переработка мусора. Есть и те, кто своей задачей видит повышение правовой грамотности населения. По повышению правовой грамотности населения в городе осуществлялось мной посредством обеспечения подготовки и выпуска программы «Юрист-ФМ» на радио «Арис». В течение четырех лет посредством радио я сообщал о новинках законодательства, о новинках судебной практики, о правовой позиции органов власти. Эту работу я намерен продолжить. Жаркой дискуссии у зала с кандидатами не получилось. Однако не очень удобные вопросы все же прозвучали. А в партию вы для чего едете? Для того, чтобы вот это все подвигать, для того, чтобы выгрызывать нас все. Из нас продвигать? Нет, не бизнес. В чем связи? Справились ли кандидаты с одним из первых своих испытаний на пути к депутатскому креслу, члены партии решали путем тайного голосования. Отдать голос можно было сразу нескольким из них или даже всем одновременно. Результат партийцы обещали опубликовать на своем сайте. Предсказать сейчас можно что-нибудь? Нет. Нет. Мне кажется, результаты будут неожиданны. От профессионализма и компетентности, высоких личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни миллионов людей в нашей стране. Их социальное самочувствие, уверенность в завтрашнем дне. Так отзывался о социальных работниках президент Владимир Путин. Вне всякого сомнения, эти слова имеют прямое отношение к героиням следующего сюжета. Они проработали в социальной сфере по 40 лет. Более того, эти годы они посвятили исключительно кумертаускому психоневрологическому интернату. 40 лет стажа и всего одна запись в трудовой книжке. Наверняка мало кто сегодня может похвастаться таким постоянством в трудовых отношениях. Более 40 лет трудятся в кумертауском психоневрологическом интернате две представительницы одной из самых гуманных профессий. Работницы социальной сферы Алифтина Тахтина и Людмила Кичаева. С 1 апреля 1975 года меня распределили в кумертауский психоневрологический интернат. И по настоящее время я работаю здесь, палатной медсестрой. Отработала 44 года, будет 1 августа. Мы приехали в 1972 году после окончания Белоритского медучилища по направлению. 40 лет обходов, 40 лет непрерывного наблюдения за психическим и физическим здоровьем, 40 лет постоянного надзора за клиентами интерната. Срок немалый, за это время случалось всякое, говорят медицинские сестры. Начинать же приходилось не только с исполнения своих непосредственных обязанностей, а с обычных хозяйственных работ и благоустройства территории интерната. Мы приехали, еще больных даже мало было. Хозяйственной работой мы занимались. Вот эти все деревья сажали мы, которые уже сейчас большие стали. А потом больных начали завозить. Все было новое, все было в первый раз интересно и трудно. Поначалу я плакала, не хотела. Чужая местность, чужая республика, я сама с Челябинской области. Поначалу плакала, больные оказались, мне было 19 лет. Через полтора, скорее бы отработать три года. Потом через полтора года вышла замуж. Сейчас работа Кумертаусского психоневрологического интерната налажена должным образом. Понятное дело, этот сложный и длительный процесс не обошелся без помощи медсестер. И наверняка достичь этого не получилось бы без ежедневного упорного труда и неравнодушного отношения к своему делу. А потому и свой профессиональный праздник, День социального работника, медсестры провели на посту. Спасибо им, что учат молодое поколение правильно ухаживать за больными, организуют работу младшего медицинского персонала. И в преддвериях этого праздника пожелать им здоровья, дальнейших успехов. Совершенно точно можно сказать, что случайные люди в этой гуманной профессии долго не задерживаются. Чтобы посвятить себя такому делу, нужно иметь серьезный запас душевных сил, неизгибаемую волю и немалую смелость. С тем, что этими качествами обладают Людмила Кичаева и Алевтина Тахтина, спорить сложно. Тем более, что их наличие они продолжают демонстрировать каждую рабочую смену. «Созвездие-2016» – одно из традиционных мероприятий, проводимых филиалом ОГУ в конце года. На нем подводят итоги всего учебного процесса – научной, спортивной и культурно-массовой деятельности. На прошедшем накануне празднике «Созвездие-2016» чествовали лучших студентов Кумерталского филиала Оренбургского государственного университета. Поприветствовал гостей мероприятия директор ОГУ Валерий Онищенко. Те, которые сегодня, став выпускником, став инженером, бакалавром, завтра становятся защитником Отечества Российской Федерации. Дорогие друзья, разрешите мне от имени администрации и всего нашего коллектива поздравить всех с большими успехами, с плодотворной работой и пожелать новых, творческих, замечательных побед. Только вперед, только к победам. Такой наш девиз. Студенты, проявившие себя в области науки, спорта, общественной и культурно-массовой деятельности, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ОГУ, главы администрации и отдела молодежной политики нашего города. Также были отмечены преподаватели, благодаря которым учащиеся смогли проявить себя в различных областях. Наши руководители творческих коллективов, Людмила Александровна Дорогавцева, Елена Анатольевна Грекова, они из студентов, из обучающихся, которые, казалось бы, не имеют, может быть, каких-то особенных способностей, они к концу, даже уже первого курса, они загораются, а уже к концу четвертого курса они становятся настоящими звездами. Это в культурно-массовой работе, в научной деятельности. Наши студенты – постоянные участники форумов, международных конференций, всероссийских олимпиад. Поэтому они заслужили того, чтобы их наградили на таком замечательном мероприятии. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и за подготовку граждан Вооруженной силы Российской Федерации благодарственным письмом был награжден директор филиала ОГУ Валерий Онищенко. Я хочу вручить благодарственное письмо за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, а также за подготовку граждан Вооруженной силы Российской Федерации директора филиала ОГУ Валерий Онищенко Валерий Алексеевич. В официал, военный официал Республики Башнистал, полковник Валерий. Регина Кубагушева принимала участие в республиканском конкурсе модернизации ЖКХ с научно-исследовательским проектом и заняла первое место, а также в течение всего года показывала высокие результаты в составе команды города Кумертау на Всероссийских Олимпиадах. Научная деятельность для нас очень важна, так как она дает нам раскрыться, раскрыть свои таланты, раскрыть свои способности. Многому учишься, поэтому мы думаем, это пригодится в дальнейшем в профессиональной деятельности. Замечательное мероприятие, очень понравилось. Будем вспоминать с теплыми пожеланиями в дальнейшем. Пусть процветает наш филиал. Выпускников филиала из Кугорчинского и Куергазинского районов поздравили представителей администрации, также наградив их почетными грамотами и благодарственными письмами. Очень приятно, что наши студенты из Куергазинского района учатся в Кумерталском филиале Оренбургского государственного университета, что отрадно нам, мы и гордимся ими, и будем гордиться. Сегодня приятно нам принять участие, пожелать всем здоровья, благополучия и достижение успехов, и, конечно же, сдача экзаменов, ваших трудных экзаменов, которые вам предстоят, и защита ваших дипломов в проекте. На 7-м Евразийском экономическом форуме молодежи в городе Екатеринбурге команда филиала ОГУ выставила проект разработка бизнес-плана горнолыжного комплекса и заняла второе место. По словам участников сборной, уровень подготовки конкурсантов был достаточно высоким. На форуме рассмотрели вопросы сотрудничества на международном уровне для улучшения экономических показателей в целом. Интересно стало попробовать в чем-то новом себя. Ну, то есть, конкретно в предпринимательстве никогда у меня не было какого-то интереса. А тут начали изучать, ну, привлекло что-то новенькое. То есть, тот уровень, который дают такие мероприятия, ну, его, грубо говоря, нет нигде. Возможность на практике свои знания применить конкретно. Ну, будь то WorldSkills или вот тот же Екатеринбург. Так скажем, общая картина складывается о том, как вести свое дело, какие могут быть трудности, ну, думаю, что в дальнейшем, ну, ничего исключать нельзя, возможно, что-то и получится. Почетные грамоты заслуженно получили бывшие учащиеся Кумерталской хореографической школы под управлением Светланы Кондратьевой, а ныне выпускники филиала. В 2012 году ребята поступили в филиал. Целью соглашения стало сохранить творческий потенциал молодежи в городе. И это было действительно правильным решением. На протяжении четырех лет их выступления продолжали посвящать длительскую аудиторию. После завершения церемонии вручения наград и памятных подарков была организована концертная программа с выступлениями творческих коллективов филиала и города. Яркие хореографические номера представил для зрителей народный ансамбль «Контраст», исполнив современные и национальные танцевальные композиции. Также гостями праздника стали команды КВН «Огурец» и «Погосту». Они порадовали присутствующих уже знакомыми и новыми юмористическими миниатюрами. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье – это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна, и она, 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 чтобы понять, что она Удивительная жизнь, удивительная, удивительная жизнь моя. Это была последняя информация выпуска. До свидания.